Доброе утро, дорогие друзья! Накануне в России отметили день создания подразделений по работе с личным составом Росгвардии. Об этом и о патриотическом воспитании молодежи мы сегодня поговорим с временно исполняющим обязанностей начальника отделения по работе с личным составом управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре майором Артёмом Севериком. Артём, доброе утро! Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, каковы функции и задачи отдела по работе с личным составом? Задачи – это нашего отдела отделения. Отделения, да. Это организация морально-психологического обеспечения, подразделения личного состава, всех подчиненных подразделений. У вас и психологи есть? Да, у нас в каждом подразделении психолог находится, то есть он выполняет свои обязанности по состоянию психологического личного состава, готовности к их выполнению служебных задач. Ну, это получается, как отдел кадров на предприятии на каком-нибудь? Но с расширенной возможностями. Да. Отдел кадров у нас отдельно работает, мы как бы отдельное отделение работаем. А что входит в работу с личным составом? То есть психологи, понятно, а остальное? И физподготовка тоже в том числе, нет? Физподготовка – это у нас другая структура занимается. Мы не только занимаемся, как сказать, это информационно-воспитательная работа проведения, военно-социальная, социальная работа, то есть это чтобы сотрудники военнослужащих соблюдали все нормы и права, которым положены, социальные гарантии. Также культурная досуга, то есть это различные мероприятия, празднования каких-либо... Скажите, у вас вокально-инструментальные ансамбли есть? Нет, у нас нет, только у нас... Но поющие есть? Ну, есть. Поющие, танцующие? То есть если вы говорите о досуге? Есть такой личный состав, который тоже может и спеть, и станцевать. То есть неоднократно участвовали у нас, мы также там выбирали... В конкурсах? Да, окружных. Так, превосходно. Офицеры каких должностей входят в ваше подразделение? Какие они исполняют обязанности? Ну, это должность, это у нас заместители командиров отрядов по работающим составам, психологи. Это, получается, в каждом муниципалитете? Ну, в каждом подразделении, которое у нас находится... В подразделении по муниципалитетам же расположены? Да, в каждом... Не только в Ханты-Мансийске? Нет, по всему Ханты-Мансийскому автономному подразделению, где наши дислоцируются, находятся психологи и должностные лица, которые отвечают за организацию морально-психологического обеспечения. Хорошо. А про работу в военно-патриотическом воспитании расскажите, пожалуйста, как вы ее проводите вообще и с кем? Мы знаем, что вы и со школьниками работаете. А вот в каких направлениях, где, может, классы какие-то и существуют? Вообще какая-то система, да? Ну, вот у нас в каждой также подразделении, которые размещены на территориях Ханты-Мансийского округа, они также организуют взаимодействие с подшефными общеобразовательными учреждениями. То есть это классы, кадетские классы с ветеранскими организациями, совместно с ними проводят мероприятия. Это у нас в основном уроки мужества. Приезжаем в школу, проводим уроки мужества, знаменательных датам каких-либо. Ну, вот у нас было такое, как бы, самое военно-патриотическое такое направление, это у нас был лагерь юный росгвардеец, где мы также наши сотрудники... Вы только его один год провели, или вы планируете... Сколько лет уже провели? Мы его с 17-го года проводим. С 17-го года? В этом году нам не удалось провести, потому что... Ну, понятно, по всем сложившимся условиям, пандемическим. А кто принимает участие в этом лагере, кого вы приглашаете? Мальчишки и девчонки? Да, мальчишки и девчонки, также учащиеся в школу, кто желает. Как там происходит, каким образом выстраивается день? У них, как... Как в армии? Да, свой распорядок, когда у них проходят какие занятия, у них все это расписано, когда обед, когда сон, все у них это расписано. Наши сотрудники, военнослужащие, там, также присутствуют, проводят с ними занятия, то есть, ну, практически, там, находятся с ними постоянно. Скажите, если вот в школе, в каком-то, я не знаю, вот в учебном заведении на территории нашего округа возникнет желание привести урок мужества, можно ли это сделать и с кем связаться и как? Ну, нас очень быстро находят, наши контакты сразу связываются с нами. На сайте? Ну, они, как сказать, мы уже за это все время, как бы, ну, связь со всеми учебными учреждениями в каждой школе проводили уроки мужества, то есть, они знают, если им какие-то мероприятия надо, они позвонят заранее нам. Мы уже там обговорим все эти моменты, когда, как провести, в каком ритме это провести. В каком формате? Да, в каком формате, что они хотят увидеть. И мы уже с ними подготавливаемся и проводим данные мероприятия. А что-то прикладное, вот, в качестве сборка, разборка автомата, там, демонстрация того сейчас вооружения, которое у вас есть? Ну, да, у нас это бывает, мы проводим день открытых дверей подразделений, также учащиеся приходят в данные подразделения, смотрят быт, смотрят, также организована выставка оружия, техники, то есть, они это все смотрят, видят. Но это не как музей, потрогать можно. Да, можно потрогать. То есть, ваши сотрудники и коллеги скажут, ну, давай, собирай, разбирай, 45 секунд. Нет, ну, не так, конечно, но смотрят, разбирают, показывают. Артем, большое вам спасибо, я знаю, что вы еще работаете и семьи военнослужащих. Мы желаем всем сотрудникам Росгвардии здоровья, спокойного несения службы, ну, и хорошего дня вам лично, в том числе. Спасибо большое. Спасибо и хорошего дня. Спасибо.